Дорогие друзья, продолжаем непростой разговор. И в этом непростом разговоре хочу задеть тему совести и инструментов. Инструментов ко всему. Вот мы совестливые или мы бессовестные? Разговор на политическом уровне, как правило, к этому не сводится. Но никто не говорит, слушай, ты бессовестный человек или это бессовестное государство. Есть попытки признать Россию даже террористическим государством. И такое есть. Но опять же вопросов много. Что можно сделать на внешнодипломатическом поприще? Разрыв отношений. Что можно сделать на экономическом? То есть не дай бог хоть один российский грамм титана или алюминия попадет в страну, которая запускает процессы признания России как террористического государства. Не дай бог этот грамм проедет через их порт или через их железную дорогу. Это все вещи, знаете, такие очень серьезные. Их надо глубоко прорабатывать. При том, что если кто-то попробует обмануть Россию и так и воспользоваться государством, ну, я имею в виду портом, метром железной дороги, кораблем, счетом, то нужно понимать, что глобально по логике вещей спецслужбам достаточно много работы. Как это все выяснять? Где все эти всякие вещи раскапывать? Объясню. Законодательно, когда известно, что будет ответственность, и если кто-то нарушает эту ответственность, то потом, как правило, такие как Ассанж появляются, распаковываются какие-то документы, и вот здесь вот приходит как раз и здрасте. Все вот эти вот хитрюки, которые через офшоры продолжают зарабатывать деньги. Вот там, когда вскрытие происходит, панамские, вспомните документы, когда вскрылись, то это очень важно понимать, что это тоже инструмент. То есть папочка лежит в архиве, она, может быть, никогда не востребована, она так и останется папочкой. А вполне возможно, бабах, и мы понимаем, что какое-то балтийское карликовое государство, которое является экспериментальной лабораторией по нанесению максимального вреда обороне Российской Федерации в информационном пространстве, в киберпространстве, или, например, в идеологическом пространстве, в идеологическом патриотическом пространстве. То есть достал парень триколор российский, против него уголовный суд. Какая может быть? Только асимметричная реакция. Асимметрично как? Ну что, спецназ посылает, чтобы этого парня вытащить из суда? Ну это же нереально. Это же правда нереально. И что мне еще не хватает, это разъяснительная работа с теми, кто хочет достать триколор. Считаются, как они с последствиями, какими последствиями. То есть я считаю, что должен быть все-таки централизированный фонд, в котором юридически должно быть понятно, потому что в Европе все еще ЕСПЧ работает, и первичные инстанции можно проиграть. Главное добраться до ЕСПЧ, и там тоже есть инструменты, а это уже все под копирку. Разницы нет. Это будет Литва, или это будет Эстония, или Латвия, или Польша. Если добираться до ЕСПЧ, то это всегда одинаковый маршрут, практически одинаковый маршрут. Но я хочу уделить сейчас время разговору Шульца и Путина. Разговор был в пятницу. И когда 13 мая... Они долго разговаривали. И знаете, скупая информация о том, кто что говорит, кто к чему призывает, я откидываю сейчас шаблоны, шапки СМИ, которые, понятное дело, подсвечивают специфические эти процессы. Я хочу непосредственно обратиться к твиттеру, официальному твиттеру Шульца. И вещи из моего сегодняшнего разговора с Путиным. Это пишет Шульц, притом дает тегу Путин. Дальше. Это должно быть как можно скорее прекращение огня на Украине. Ну, а почему нет? Ну, мы же знаем, как они пробуют договориться, например, по поводу прекращения огня. Они в данном случае это немцы. У них метод очень простой. Для того, чтобы прекратить огонь, они посылают гаубицы на Украину, а украинских солдат обучают у себя на территории, чтобы они этими гаубцами встречали. Соответственно, когда Шульц говорит о том, что он за то, что он к тому, вот он с Путиным разговаривает и говорит, что как можно скорее, чтобы было прекращение огня. Я же тут гаубицы посылаю. Они через 40 дней приедут. Алло, Шульц, к Зеленскому марш. Это Зеленский говорит, я не лох. А на самом-то деле, это что сейчас, прекратить огонь на 40 дней, пока из Германии гаубицы придут с обычными украинцами? На кого это рассчитана, эта повестка? Я не знаю, чем там пиарчики Шульца занимаются. Но вторая часть его твиттера, она вообще потрясающая. И вот действительно, ну идиотов нет. Это прямо у меня возмущение, прямо искреннее. Кому они это втюхивают? Вот на регулярной основе. Прекратите огонь, подождите пока мы гаубицы и бронетранспортерный Мардер пришлем из Германии. А потом дальше можете стреляться. Умирайте, славяне. Неприятно. Но, я думаю, со мной много кто сейчас солидарен, в том числе и на территории Евросоюза. Я имею ввиду и политиков очень много, которые солидаризируются именно с такой позиции, как у меня. Но идиотов нет, к чему все это. И дальше, почему-то в этом твите Шульц решил затронуть одну очень интересную тему. То есть, давайте так, миротворческие разговоры по поводу гуманитарки, по поводу военно-пленных, по поводу кризиса какого-нибудь там. Предложи, во-первых, что-нибудь, канцлер Германии. На стол положи какое-то предложение. Скажи, вот смотрите, мы готовы рассмотреть возвращение Северного потока-2 в повестку, разрешение, мы гарантируем то-то и то-то. А дальше выставь свои условия. Ну, например, возврат Крыма в состав Украинской республики. И мы тебе скажем, Шульц, иди к черту. Тогда ты скажи, Крым за скобками, ДНР, и ЛНР. Мы скажем, иди к черту. Тогда ты скажешь уже правду. Мы очень боимся, что к осени в Германии беженцев из Африки будет порядка 10 миллионов. И будет такой хаос при подорожании продуктов, что придется бронировать окна в магазины, в которых продаются продукты. Ну, давай, первую повестку зачеркнем, потому что ты никто, звать тебя никак в внешней политике у Германии не существует. Она существует докринально, только под Соединенными Штатами Америки. Поговори о Германии. Не надо брать повестку, которой ты ничего не решаешь. Это непосредственно начальник разведки был эвакуирован из Киева в общей очереди в пробках машин на границу Украина-Польша. Ломился, как конь Сайгакский. Что он там делал? Начальник немецкой разведки. Даже немцам еще не ответили на этот вопрос толком. Но мое возмущение, на самом деле, оно, знаете, превентивно, потому что я знаю, что в этом твиттере дальше было. И там по поводу Шольца является это глубоким убеждением социал-демократов, то, о чем я вчера говорил, что в Швеции, в Финляндии, в Германии повестка повернулась именно доктринально. А это социал-демократы. Эта тусовочка очень узкая. Социал-демократы объединенной Европы. Они очень хорошо друг с другом знакомы. У них постоянные встречи, о которых даже никто не знает. Социал-демократы это те, кто развернули Швецию и Финляндию в направлении НАТО. Социал-демократы это те, кто развернули сегодня Германию против России. Это социал-демократы. Это нужно понимать. Красивое название, но на самом деле абсолютно враждебная стая по отношению к экономике России и по отношению к народу России. Так вот, дальше, почему-то в Твиттере о разговоре с Путиным Шольц пишет. Ну, понятно, что он не сам Твиттер набирает. Понятно, что у него спичрайтеры. Все это, все понятно, все это существует. Понятно, что Твиттер дает ограничения. Ты не можешь больше стольких-то слов написать. Понятно, что существует фильтрация и скупость политических слов со всех сторон. Это тоже понятно. А дальше в этом Твиттере написано предположение, что там, перед этим был хэштег Украина, у власти нацисты это фальшиво. Я дословно перевожу, вот его Твиттер у меня перед глазами. И ответственность России по глобальным поставкам продовольствия тоже была указана. А теперь давайте поговорим об этих двух предложениях, которые стоят в Твиттере. И о том, что Шольц говорит. А может ли такое быть, что разговор о нацистах на Украине, например, с российской позиции, которая абсолютно ясна, абсолютно понятна, практически, я думаю, большинству россиян, потому что есть и другие россияне, все, что хочешь, есть. И как-то не странно, люди, которые еще вчера понимали все, что творится в Одессе, после первого калибра, вдруг стали как-то повторять мантры уже западные. как будто вот позавчера не было ничего. Я понимаю, что калибр не ответ на 2 мая, я это понимаю, что это все-таки военная спецоперация, в которой есть другие цели, и непосредственно калибр никак не может влиять на повестку разговоров о 2 мая, даже глобально. Это военные задачи, которые ставятся перед военным руководством и воплощаются. то есть инфраструктурные объекты, имеющие отношение к поставкам оружия, может быть, заправляют противник машины свои, танки, бронетранспортеры, или там британские, немецкие. То есть тут много вещей. Связывать простые, вот элементарные вещи иногда не стоит понимать, все это в одну кучу набрасывают и делают ошибки. Но для нас элементарный вопрос. Мы понимаем, что скрывается в разговоре о том, что там нацистский режим. Вот я наблюдаю, как изменилась повестка. Те же самые СМИ, которые писали, осуждали, те же СМИ, которые, и депутаты, которые говорили четко, что АЗОВ это неонацистское формирование. Сегодня АЗОВ что? Является последний защитник демократии и оплота Европы в Мариуполе? Это другие люди там или что? Ну повестка поменялась. Давайте, вот опять же, я буду задавать это риторический вопрос. А что делать с тем, когда восприятие полностью проманипулировано, когда фейк, легализированный посредством политических деятелей повторяется. То есть, сказал Зеленский, повторяй на Лену Бербок, потом разнесли газеты, вот вам, пожалуйста, уже легальный эффект. Но вот мы по технологии информационного поля видим, что из АЗОВцев, как нацистов, делают спасителей демократии. Это не смешно абсолютно. И спаситель демократии, защитник Родины, которого обеляют как простого солдата, он не может больше быть пособником нацизма. Априори. Он же хороший, положительный герой. Это то, чем занимается пиар-агентство на территории Евросоюза. И из черта сделать ангела с точки зрения пиара возможно. Этим и занимаются профессиональные пиарщики. И здесь можно вернуться только к это и фильм, я так понимаю, театральная постановка. Помните, День радио. Потрясающая вещь. Поставили задачу, с ней будем справляться. Вот это примерно в таком же духе. И у меня вопрос, а может такое быть, что для нас элементарные вещи, вот абсолютнейшие элементарные вещи, мы понимаем это все. Мы считаем, что доказательная база полна. Но мы забываем, что та сторона с этим не знакома. И когда мы передаем им документы, нам кажется, да это само собой, да это уже доказательство. Там четыре фотографии четырех пленных со свастикой, да это уже нормально. Это для нас нормально. А они посмотрели, говорят, ну это же не доказательство, что там нацистский режим. И вот здесь вот нужно выстраивать определенную вещь. Вот Шольд же не первый раз берет в защиту. Он же, эта тема для него является болезненной. Вспомните, когда он сказал, что смехотворно ему там. Ему там смешно по поводу геноцида. Не, господин канцлер Германии, ничего смешного нету. Абсолютно ничего смешного нету, когда мы закрываем глаза. Мы, это я сейчас образно говорю, типа, от немецких политиков, которые закрывают глаза и делают вид, что они не знают о том, что делал Азов. Они не знают, что такое торнадо. Они не знают, что делают люди со выколотыми свастиками. Они не знают о подтасоке фактов, когда фотография опубликована вчера о пленных украинских неонацистах. Сегодня уходит по украинским распространениям. То есть там WhatsApp, телеграммы пошло и пишут, что это русские, участвующие в боях, взятые в плен. То есть фейк на фейке сидит, фейком помогает. Вот как разговаривать Шольцем. Тогда он сказал, что нет геноцида. Теперь он говорит, что предположение, вдумайтесь, какая легализация произошла. Шольц в Европе это уважаемый человек. Его, может, в стране не очень любят. В его стране, в Германии. И вполне возможно, что за власть ему еще и очень сильно придется цепляться. Но на самом деле он берет что под защиту? Он говорит, поднимает разговор о том, что само предположение о том, что там нацисты, что оно неправильно, что это фальшивое предположение. И у меня искренне честный вопрос. Я же не знаю, на основании чего он это говорит. И я даже как адвокат четверть черта сейчас, дьявола, говорю, а может у него так получилось, что нет доказательств? А может нужно те вещи, которые для нас, само собой разумеющиеся, как-то донести до него, до его кабинета? Я не наивный человек. Я понимаю, что это ничего не изменит. Они все равно на белое скажут, что черное. На черное не скажут, если им нужно, что это зеленое. Я о другом. Я наивно предполагаю, что в этом спектакле у Шольца появилось больное место. Вы посмотрите, как он отталкивает сам факт того разговора, что преступление против человека, геноцид, на Восточном Украине было. Ему это смешно, смехотворно. Теперь он отталкивает понятие нацизм на Украине. Кем Шольц выступает? Кем в данном случае выступает Шольц? Я считаю, что это его слабое место. Оно теперь ярко выражено, потому что в Твиттере на основании телефонного разговора с Путиным есть факт и предмет разговора. Мне кажется, это вторично, что это в разговоре, вот Шольц говорит, что само предположение, он нам дает информацию об этом разговоре, что внутри разговора было кое-что, на что он отвечает. Это не его разговор со мной или с подписчиками в Твиттере. Он же в Твиттере, понятно, это как стейтинг просто. Это как пресс-конференция, он вышел, просто зачитал листок и нет возможности задать ему никаких вопросов. Мне кажется, что он тем самым приподнял покрывало разговора с Владимиром Путиным. И на это он говорит, да нет, это Шольц говорит. Да нет, это фальшиво, там нету нацистов. Ну, если их там нет, господин Шольц, то я остаюсь при своем мнении, что разговор тогда, вот это уже последняя часть его Твиттера, о том, что ответственность России в глобальной продовольственной программе, что он указал на это. Да, Шольц, мы знаем это, мы знаем это. И ответственность России, сейчас вот Россия такая, знаешь, белая, пушистая, последние силы напряжут, мышцу так сильно прокачает и побежит делать то, что Шольцу удобно. У Шольца панический страх, при том, что у Франции этот страх меньше, в Швеции этот страх меньше, что в Финляндии его вообще нет, что толпы беженцев доберутся именно до Германии. И эти толпы беженцев, голодных беженцев, это типа, теперь так, Россия должна показать свое благородство, пропустить канадские суда в порты Украины, сделать так, чтобы себестоимость, например, зерновых, доставленных в Африку из Украины, была нулевая. Ну, ну так, давайте. Зерно, между прочим, это товар такой же, как и нефть. профессионально разрушили идею о создании зернового опека, в который бы входила Россия, Украина и как минимум Казахстан, как минимум. И это был бы очень сильный игрок на рынке, который бы контролировал соответственно рыночным правилом, как опек цены на энергоресурсы, точно так же идея была по поводу зерно. Оторвали Украину, не будет опека такого. А вдруг бах и опять есть. А у кого контроль? Шольц может только попросить России об определенных вещей. Вопрос, а Россия в этот момент, помните, я говорил, есть такое понятие совесть, бессовестное государство, бессовестный канцлер, например, у него совесть есть, то есть он говорит, геноцида нет, там не убивали, там не мучили, там не пытали, там не страдали люди, потому что психологическое насилие тоже страдание. И при том, что геноцид и военная операция, вот когда там передергивать, начинает эту всю мантру повторять, специалисты прекрасно знают, а специалистов у Шольца в кабинете хватает, что это неправда. И выступая защитником определенных вещей, Шольц печется о себе, он палится по полному. Продовольственная программа является инструментом давления, продовольственная программа ООН инструментом давления на режимы в Африке. Конечно, безусловно. Что у нас по поводу коррупции в ООН? Я даже вспоминать не буду, могу по цифрам, набирайте в поисковике «Коррупция ООН», и там и дети генсеков причастны, там много что интересного прочитаете. И дальше прочитайте по продовольственную программу. Страх Запада перед миграцией из Африки, голодные бунты, свержение режимов, Африка как абсолютно горящий континент, в котором есть интересные для автопрома, и не только немецкого, и не только американского, некоторые редкоземельные металлы. Владимир, а где это прочитать можно? Вы сказали, где это прочитать? Про продовольственную программу? В поисковик, в Бете, в поисковик «Коррупция», там найдете Канан информацию, много найдете интересного по поводу коррупции в ООН. И если мы заглянем за линию горизонта, то есть мы не можем увидеть, что там, но чем ближе мы к ней, тем больше у нас информация о том, что может произойти. Так вот, на это все накладывается, вы знаете, очень простая вещь. Если предположить, если предположить, что стагнация, стагфляция, рецессия в Европе, это уже нормальные вещи. Если обратиться к Гардиан, который пишет, что в Британии закончилась золотая эра дешевых продуктов, золотая эра, то есть считайтесь с инфляцией, которая распространяется просто на продукты, давайте уже не глобально говорить, а о том, что реальная цена. Я могу по Германии судить, и по Австрии, и по Франции, где я был в последнее время, могу судить, что потребительская корзина возросла при ограничениях процентов на 10-12. Кто бы мне что не рассказывал про 6-8 процентов, это неправда. 10-12. Почему я говорю при ограничениях? Потому что я вычеркиваю покупку нежизненно важных вещей. То есть вы раз в 2 года покупаете новые джинсы, или раз в год, или раз в полгода, это от вас зависит. Но вы можете себя ограничивать и стать очень бережно относиться, не швыряясь уже деньгами и покупая не самые дорогие джинсы. Ну, грубо говоря, но потребительская корзина первичная, это то, что у вас в холодильнике, плюс медицина. Это очень важные понятия. И золотая эра дешевых продуктов, мне очень понравилось это слово, которое употребили Guardian, и об этом заявил бывший глава торговой сети Сейнсберрис. Я согласен с ним, что эра заканчивается, она очень пугает, но давайте так, если это происходит в Европе, в Британии, что же будет с Африкой? Потому что когда цена на продукты растет, иногда можно это смотреть по прибыли торговых сетей. и вот там одна из сетей Теска в Британии, 2 миллиарда уже прибыль. Что будет дальше? А это инфляция. На самом деле 2 миллиарда не отражают той реальной покупной прибыли, вы эти 2 миллиарда даже не сможете инвестировать. У вас они появились, вы их выплатите инвесторам, акциям, держателям, а проблема в том, что они с этим ничего не смогут сделать. То есть номинальная их стоимость намного меньше, чем 2 миллиарда. Это абсолютно правильный разговор. И теперь перейдем от богатых стран Европы к бедным странам Африки. Там и так неспокойно. Программы, которые сейчас принимаются в тишине, например, не вывод войск НАТО или там поддержка и оставили еще на полгода войска Бундесфера где-нибудь или инструкторов. Если внимательно смотреть на то, где это все происходит, есть ли там интересы бывших не партнеров, они и так были не партнеры, то тогда дестабилизация на рынке продовольствия это просто дважды два. А если мы к этому прибавим специфику торговли, когда из Аргентины выходит большой-большой корабль, в котором только морозильные камеры и в нем везут только-только мясо. Вот он только покинул территориальные воды Аргентины, а вы уже в онлайн режиме, вот он покидает, пока он едет, вы знаете, что сейчас начнется торг, только он покинул территориальные воды Украины, вы сидя за своим компьютером, если вы являетесь закупщиком для какой-то большой сети торговой, вы можете уже купить мясо. Это движение мышки, так клик-клик, клик-клик, и вы уже купили. А теперь представьте себе, что все это неконтролируемо. И кто-то не продает мясо, потому что его через час можно продать подороже, потому что паника началась на рынке. Это и есть дестабилизация. И как спастись об этом? Собирается на незапланированном саммите ГСИМ-министр иностранных дел и обсуждает, как санкции вводить против России. Какие молодцы, правда? Так что Шульц действительно в своем твиттере спалился, а мы продолжим уже после новостей дальше наш разговор. Нашли, Сергей, насчет коррупции ООН? Пока не искал, но поищу обязательно. Это очень интересно. Ну, просто чтобы легче было искать, там все достаточно просто. Была такая программа нефть в обмен на продовольствие. Почему я привязываю это к продовольственной программе, потому что по этой программе нефть в обмен на продовольствие в скандале был задействован сын Кофи Аннона. Помните такого агент СКО? Аннон потом говорил, да я не знал, что у меня там сын консультант такой-то фирмы, они там подряд получили, много чего рассказывал. То есть, это очень просто найти в нефть в обмен на продовольствие коррупция, поисковые слова и компромата там достаточно. события примерно 15-17 летней давности. Примерно. Вот. Но по поводу вообще глобального подхода и вообще что и как почему коррупция расцветает, значит, есть такая продовольственная программа. Я считаю, она правильная, лучше никто ничего не придумал. Просто, как всегда, когда есть возможность где-то что-то слямзить, вопрос, если это международная общественная организация, кто должен заниматься. Действительно, прокурор США должен это расследовать, потому что он на территории США и это так всем выгодно. Или должен был быть специальный орган, там, аудит, который делает, отслеживает вещи, плюс должна быть декларация этического плана, например, что дети чиновников не участвуют ни в коем случае никаким образом. и все это должно реально мониториться, реально должно постоянно озвучиваться. Например, как называется слово у меня вылетело из головы, когда конкуренции несколько фильм борется за подряд, когда выставляют такой аукцион. Тендер. Тендер, вот, что дети чиновников не участвуют в государственных тендерах, особенно, если это профильная родительская. Там, насчет племянников уже и двоюродных братьев уже можно, пожалуйста, а вот непосредственно дети, это уже прямо линейно. Всегда это конфликт интересов, что они участвуют в тендерах, которые профильное министерство имеет. Один экономист такой, очень интересный, он, его в Bloomberg однократно печатали, он сам африканец, я не помню, откуда он точно, но мне кажется, он из Кении был. И он давал интервью, тоже давнешнюю, очень давнешнюю историю, вот это те же времена, когда скандал с сыном был Генсека Он, Кофи Анана, он давал интервью немецкому Дершпигелю, ну мы говорим просто Шпигель, по поводу коррупции, и он изнутри как бы давал взгляд, как это все происходит, и что те продовольственные программы, когда из ООН приходят, это выглядит так, кто их распределяет, кто их мониторит, ответ очень простой, как только деньги пришли в чиновичьи руки, и они могут закупить тоже украинское зерно, то очень странным способом начинаются такие, хоть хитрю верчу, запутать хочу, понимаете, то они начинают перепродавать на черных рынках, то они начинают обещать, что они выдадут обязательно в такой-то деревне, главное на выборах поучаствовать, в правильном направлении, они выдадут эти продукты, то странным образом деньги переводятся куда-то там, например, на Украину, понимаете, какие вещи интересные, Украина не просто так не принята в НАТО, с Евросоюзом, да потому что схемы коррупционные, которые идут через Украину, но они же не просто там украинцы обогащались, эти олигархи, там еще как там есть и олигархи, наверное, хорошего толка или были они там хорошего толка, кто поддерживал то, что в 90-х смогли выдернуть, ну, построил весь Советский Союз предприятие, а потом принадлежит одному хитрецу, знаете, вот логика такая странная, ну ладно, не об этом разговор, и сельское хозяйство зачем развивать, если ты вдруг получил деньги из ООН, перевел на Украину, а дальше никто ничего не понимает, вроде как зерно ушло, а вроде как оно и до народа-то не дошло, и вопрос, кто эти все цепочки контролирует, какой Запад, тот Запад, который британский, например, и имеет влияние в определенных местах, а Запад британский, это что, а давайте поговорим тогда о подтайном подразделении МИДа Британии, которое реально занималось тем, что в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, занимались именно созданием напряженностью и сеяли хаос, и это не я придумал, это сейчас Гардиан говорит, что она ознакомилась с архивами, которые открыты, и оказывается, с середины 50-х до конца 70-х работало секретное подразделение в Лондоне, ходившее в состав МИДа, не куда-то, а в состав МИДа, это по поводу дипломатов, и все, что они делали, они сосредоточились над врагах времен Холодной войны, понятна логика, то есть все, что связано с Россией, с Советским Союзом, то есть враг не изменился у них, и сеть хаос, знаете, интересные вещи иногда Гарден пишет, создавали черные пропаганду, разбрасывали там листовки, вроде там ерунда, но на самом деле они дестабилизировали реально участки Азии, Ближнего Востока, Африки, потому что что они делали, они поддерживали какую-то этногруппу, появилась расовая рознь, они поддерживали, например, там, где и нужно, подстрекая к насилию, это еще раз, это не я говорю, это говорит Гардиан, а Гардиан говорит, что они ознакомились с секреченными документами, что они, например, что делали, они выделяли специальные программы и радикализировали мусульман, при том, в радикализации мусульман, мне очень интересно, вот я вчера эту тему затронул, когда будут открыты специальные архивы, при том, что они там глубже всех сидят, Ватикана, по поводу греко-католиков, по поводу греко-католиков, вчера странный смс пришла, я уже программа закончилась, я читаю, как всегда, смс, приходящий и на служебный ватсап, который все читают и у себя в телеграме, который тоже можно читать, если вы подписались, у вас сразу появляется доступ к читанию смс, по поводу того, что это, что я перепутал, мол, римско-католическая церковь, да нет, ничего я не путаю, греко-католики, это западная Украина, но она подчиняется именно Ватикану, и греко-католики, которые открыто призывали к насилию над москалем, к пролитию крови москальской, это понимаете, это 14-й год, а дальше все сильнее и сильнее, плюс еще капелланская служба греко-католиков, которая, между прочим, в одной балтийской стране под именно флагом НАТО, именно на натовской базе, была дальше уже логистически распространена подготовка молодых капелланов, то есть человеку там 20 плюс в 14-м году приезжает в страну НАТО, становится капелланом, сегодня ему 30 минус, он профессионально в армии, он греко-католик, и у них мантра такая, москаляка на геляку, конечно, они на геляку не говорили, они просто призывали кровь пролить, притом имена, фамилии все известно, и теперь представьте себе все то же самое, как действуют они, они, это вот эти вот недруги, радикализация мусульман, недовольство Москвой, если посмотреть на все движение, которое они делали, то как мы можем реагировать сегодня на то, что в 70-х годах спецслужба в Британии занималась такими вещами, отвечаю, считаться с тем, что сегодня точно такая же спецслужба, есть и точно тем же занимается, просто с этим нужно смириться, то есть это факт, и исходить нужно из того, что если вдруг усиленно присутствует на каком-то рынке какая-то усиленная радикализация, то скорее всего за этой усиленной радикализацией, судя по тому, что пишет Гардиан, находится спецслужба, которая подчиняется МИДу, вообще странные вещи происходят, но масштаб этих операций, эти документы, опять же Гардиан пишет, что это за последние два десятилетия один из самых важных архивных открытий, которые есть, потому что, цитата, Великобритания занималась более откровенной черной пропагандой, чем предполагают историки, и эти усилия были более системными, амбициозными и оскорбительными, сказал Рори Кормак, британский эксперт по истории и подрывной деятельности, и разведке. Знаете, несмотря на официальное опровержение, вдруг стало известно, что все это существует, и тогда это не разоблачение советской пропаганды, тогда же приписывали, все врут, это же все фейки из Советского Союза. Что они делают сегодня? Они расчехлили все методы ведения войны холодной, всех специалистов, в том числе НВФ и войсках. Конечно же, они расчехлили. Конечно же, максимальное сопровождение, и здесь отдать им должное нужно, они нашли русскоговорящую аудиторию на Украине, что сильно упростило их, чем то, что было в советские времена, сильно упростило их действия. Так что возвращаясь, я все-таки оттолкнулся от того, что написал Шольц в Твиттере, и упоминание о продовольственной программе, знаете, мне все равно, я не белый и не пушистый, я абсолютно прагматичный наблюдатель, я вижу, что творится, являются ли мигранты гибридным оружием, да мне плевать, что вы вызываете к моей совести, или еще чего-то, санкции сняли, с щелчком пальца, к сентябрю, позвонил Владимиру Путину, голову пеплом посыпал, и говоришь, мы готовы вынести разговоры о территориальной целости Украины за скобки, мы готовы заниматься сдерживанием политики, мы отказываемся от поставки оружия, в обмен, мы предлагаем инвестиционный пакет, в обмен, ну пусть он через 5 лет стартует, мне все равно, в обмен, мы готовы заблокировать украинских нацистов и неонацистов, и не предоставлять им медицинские услуги, не рассказывайте мне сказки, что в госпиталях военных Германии азовцев когда лечили, что они типа не понимают, кого они лечат, когда у человека конкретно татуировка с вастикой, все это видно, и не только Шарий там об этом должен говорить, да все они знают, и немецкая военная разведка, которая подвинется на эти госпиталя, конечно прекрасно все знает, устраивает их все, и вот дальше ты пакет предложений сделал, а потом можешь поговорить о продовольственной программе, продовольственной программе, которая находится в руках у России, Россия сейчас что, должна такой милосердной и доброй стать, вы хотите, чтобы российский народ был без антибиотиков, умирал, без таблеток для сердца, умирал, без таблеток, против лекемии, умирал, без химиотерапии, умирал, но вас так интересует, чтобы российский народ вот хлеб поставлял в Африку, потому что вы ожидаете 10 миллионов непосредственно в Германии, тогда вернись назад, отмотая предложение назад, генеральный, кто там пишет у него, Штефан Эйберт, главный его спикер, и напишите правильно о том, что факты, например, неизвестны вам, а не утверждайте, что нацизма нет, предположение о том, что нацизм. Владимир, сделаем сейчас буквально секундную паузу техническую. Владимир. Так вот, меня часто спрашивают, ну, есть ли там положительные вещи, да, есть, я о них рассказываю, есть люди, герои, вот вернулся Кен в телевидение, Ютуба, которого блокировали везде, уже ролики идут, он ведет такую диссидентскую деятельность в Германии, исчез он во время пандемии, потому что он попробовал, как блогер, выставить уважаемых, авторитетных людей из науки против действия, он разговаривал только о Германии, он не разговаривал о глобальном мире, по ковидным действиям, и, в общем, анонсировал, напоминаю тогда, Кен FM, вы, я думаю, увидите и на русском языке скоро ролики, потому что переводятся, и это достаточно интересно, он анонсировал создание собственной серверной базы под Берлином, что теперь они не будут зависеть от Ютуба, потому что Ютуб все время удаляет разговоры, и это бесполезно, ты им пишешь, а что толку, что ты им пишешь, удалили и удалили, то есть он там Нобелевского лауреата цитирует, приводит в интервью, задает просто вопросы, Нобелевский лауреат, который имел отношение к Эбболе, который вкручивал белок в молекулу, занимался вирусами, работал в команде, дает свое мнение о том, как к политике Германии относится к ковиду, там, ошибки, не ошибки, то есть рассуждает, а они убирают с Ютуба, а потом бабах, после анонсирования, что у него будут свои собственные сервера без Ютуба, он исчезает, просто человек раз и исчез, он говорит, что в понедельник он готов, а потом исчезает, мы с ним говорили, после этого он сказал, меня теперь интересует только средневековая литература Германии, вот такой у него был ответ, он сказал, куда ты делся, а он говорит, меня больше это не интересует, обязательно спрошу, обязательно вам расскажу, что там было, если он из себя выдавит это, но он вернулся на рынок, он теперь снова появился в сети, приглашает именно к альтернативной озвучке происходящего людей, которые имеют отношение к политике, к экономике, из института войны, то есть ведет свою дальше журналистскую, диссидентскую деятельность, не знаю, чем это все закончится для него, абсолютно не знаю, но вот, почему я нападаю, а не защищаю, почему, вот Кену я защищал пару раз, я защищаю там левых, которые вышли, я защищаю альтернативу, которая не стесняется, некоторые вещи сейчас, появится кто-то, кого нужно защищать, а не нападать, с удовольствием сделаю, но как я могу защищать спичрайтеров, которые в официальном аккаунте Олафа Шольца, действующего канцлера Германии, пишут о том, что утверждение насчет, предположение, насчет того, что там, в смысле на Украине, у власти нацисты, что это фальшиво, фальшиво, он мог написать, у нас нет доказательств, и у меня не было бы к нему претензий, он был бы написать, мы не видим, и у меня не было к нему претензий, он мог бы написать, если будут факты, мы их рассмотрим, у меня не было бы к нему претензий, он же говорит, что то, что мы говорим, и то, что для нас, само собой разумеющееся, является фальшивым, и того, кто из нас черное видит, а кто из нас белое видит, но если для него фальшиво, то еще раз я спрашиваю, может быть, они не получили документы я даже защищаюсь вы видите я защищаю сейчас шульца можно просто не знает предмета разговора почему он берет под защиту такие вещи предполагает но его фраза для меня слишком категорично и в этой категоричности конечно много подводных камней еще из разговора по поводу шульца по поводу попытки поиска решения дипломатического вопроса дипломатическим путем дипломатического решения конфликта я думаю чем больше будет рычагов давления чем больше будет звонков знать там то макрон звонил звонил сейчас будет шульц звонить но надо же наверстывать упущенное надо же возвращаться в парадигму того что германия тоже является одним из локомотив в том числе и политическими что шульц не совсем без зуба эту аннелину бербок главу мида из партии зеленых слышно хорошо шульца не слышно вообще тут по крайней мере инфоповод он позвонил владимиру путину и чем больше они будут звонить тем больше значит у россии инструментов давить на запад я считаю что кормить конечно голодных надо но нужно считаться с тем что канадские корабли которые под канадским флагом сейчас придут в одесский порт в сопровождении двух американских авианосцев а французских за ними будет еще 20 подводных лодок собранных по всему веду там будут и норвежские а также самолеты истребители пользующиеся технологии стелс но вроде как невидимые и все они будут в это время баражировать где-нибудь там чтобы канадские корабли закрузили украинское зерно чтобы не было 10 миллионов беженцев а может быть и 20 можете все 60 европе из африки концу года и хаос реально превратился это это территориальная оборона будет в европе охранять магазины с хлебом это примерно так будет и склады с мукой то чтобы всего этого не произошло то наверное нужно не требовать что-то а предлагать но я не наивно сейчас это привод озвучил что нужно предлагать что-то я мониторю каждый день вот утром встал читаешь на русском на немецком на украинском на польском через переводчик читаешь французские сми я не услышал ни одного политика я не услышал ни одного степена я не услышал ничего где бы кто-то серьезно поднял вопрос глобальный вопрос об архитектуре экономической безопасности об архитектуре реальной безопасности о том как и где нужно говорить о российском вооружении кроме россии никто не говорит об архитектуре безопасности мне сбросили видео где немецкий политик в ток-шоу произносит фразу человек возрасте то есть это тоже то что относится к этим как сокалом совет мудрейших и он говорит а ведь в тот момент когда америка проигнорировала нормальное абсолютно письмо россии по поводу безопасности в этот момент европа могла действительно стать самостоятельной и должна была поднять этот разговор вне америки с россией европа же решила что она все же таки под америкой